Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые гости нашей студии. Сегодня у нас очередное заседание телевизионно-дискуссионного клуба Казанского федерального университета. Сегодня его веду я, журналист Рустам Вафин. И мы проводим наше заседание в канун 8 марта, в канун Всемирного женского дня. А совсем недавно наша Родина отмечала другой праздник, традиционно мужской праздник, День защитника Отечества. И вот в промежутке между двумя этими датами мы и поговорим о мужчинах и женщинах, о мужчинах и женщинах 21 века, о трансформациях социальных ролей, об изменении гендерных моделей их поведения. И что, на мой взгляд, самое важное, о последствиях этих изменений. Теперь я представлю наших гостей, наших экспертов и прошу зал поддержать их с аплодисментами. Это профессор кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук Ефлова Мария Юрьевна. Директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наук Ильдарханова Чулпана Эльдусовна. И доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ Лопухова Ольга Геннадьевна. У нас была заявлена видеоконференция с кандидатом, зацентом Балтийского федерального университета имени Канта. К сожалению, у нас возможности такой нет, но мы с ним записали небольшое интервью, и отрывки из этого интервью мы будем использовать в нашей программе. Ну что ж, начнем. У нас в зале есть много дам, и прежде чем мы начнем пытать наших экспертов, я хочу обратиться к залу, к вам. Я хочу описать традиционную гендерную модель поведения женщин, и хочу узнать, насколько она вам интересна, насколько вы хотите в ней быть. Начнем вот с чего. Хотели бы вы не работать, быть полностью на содержании своего мужчины, мужа, быть за каменной стеной, готовить, убираться, гладить рубашки, посвятить жизнь, воспитанию чудесных детей, и поднимите руки, кому интересна эта роль. Не стесняйтесь, кто так хочет? Не так уж много. А если к этой роли, пожалуйста, можно руку подержать, те, кто готов к этой роли. А вот если к этой роли, бонусом мы приложим еще терпеть плохое настроение своего мужчины, его срывы, его потребности разрядиться от рутины семейной жизни, возможно, на встрече с подружками запреты, возможно, поддержите его в трудные минуты, даже если в трудные минуты затягиваются на годы. То есть готовы в такой роли пребывать? Но при этом вы за каменной стеной, вы тоже готовы, да? И еще один момент, дополнение к этому бонусу в кавычках, еще третий бонус, и при этом вы еще будете работать, строить карьеру. Так, ну, мы видим, у нас в зале не так много, но есть девушки, которые готовы. Вот это то, что я сказал, традиционная модель женской генеральной социализации, которая была знакома нашим бабушкам, нашим, во многом, многим еще мамам. Вот, а та модель, которая сейчас потихонечку уходит, судя по тому, что желающих в такой роли, в такой модели жить не так уж много. Можно опустить руки. Вот, и поэтому я сейчас хочу обратиться. По сути, то, что вы себе выбрали, это модель, то, что раньше немцы называли Kinderkirche Kürcher. Роль для женщины, дети, церковь, кухня. Вот, эта роль была очень распространена в Германии еще 60 лет назад, она была стандартной моделью. В России была особенность, потому что женщины еще и трудились, это было достижение советской власти, достижение может в кавычки, может быть не в кавычках, кому как. И еще 30 лет назад это было нормально, но сейчас ситуация меняется, и даже судя по реакции зала, далеко не все девушки, юные будущие мамы, будущие жены, не хотят такой себе судьбы. Я хотел спросить наших экспертов, а в первую очередь обратиться к Марии Юрьевне Ефловой. В первую очередь, в силу ваших регалий. Вы профессор, вы заведующий кафедрой, вы заместитель и директора института федерального университета. То есть вы человек, который построил успешную карьеру. Вы не выбрали себе судьбу киндер-керхи-кюхи, плюс работа. Почему? Что обеспечит? Почему вы не выбрали такую судьбу? Ту традиционную роль, которая была вполне привычна, более того, она считалась почетным обществом нашим. И почему эту роль не выбирают остальные женщины сейчас? Я бы, наверное, немножечко хотела развести сначала. Все-таки я же социолог. Есть мой личный опыт, это первый момент. Есть социальные практики, которые присутствуют в обществе, это второй момент. И есть политика государства, это третье. Есть интерпретации, которые присутствуют в науке. В частности, в гендерной социологии, в социальной демографии и так далее. Я бы не сказала, что я не выбрала вот эти 3К, потому что они в любом случае присутствуют в моей жизни, потому что я и жена, и мама, и тоже я терплю все, и с удовольствием занимаюсь уроками. Просто есть такое понятие гендерный контракт. И рабочий контракт женщины, он присутствует после промышленной революции. И именно в России женщина и работает, и в то же время выполняет роль домохозяйки. И поэтому ничего противоречивого из того, что вы сказали, я, по крайней мере, у себя не наблюдаю. Хорошо, вы не видите противоречия. Почему девушки, юные барышни, которые присутствуют у нас в зале, не хотят такой судьбы себе, на ваш взгляд, с точки зрения социологии? Что происходит по этому поводу социология, наша наука? Я не знаю, почему не хотят. Я думаю, в любом случае все сложится. Как раз у нас сложные гендерные сценарии, именно в России после промышленной революции, когда женщина и работает, и достигает каких-то результатов и в науке, и в карьере, и в промышленности. То есть это получается двойной сценарий. У женщины он присутствует не последние 10 лет, а уже как минимум 150. Оригинально у вас есть что-то добавить? Я абсолютно согласна. Дело в том, что с победой Октябрьской революции в нашей стране одновременно победила феминизм. И феминистские ценности и установки не последнее место занимали в программе коммунистической партии. Многие революционеры придерживались этих взглядов и, по сути дела, были внедрены в политику новой страны Советского Союза именно феминистские идеалы, которые были связаны с уравниванием прав женщин. То, чего добивались потом феминисты в других странах еще долгие годы. Поэтому, наверное, наша страна являлась таким большим экспериментом в плане именно эмансипации женщин. И это очень интересно и с научной точки зрения в том числе, потому что мы, как никакая другая страна, имеем такой очень богатый опыт, более 100 лет на данный момент уже чуть-чуть, вот этой победой внедрения феминистских ценностей и образа жизни в одной отдельно взятой стране, так скажем. То есть вы хотите сказать, что та традиционная модель, которую я описал, она до сих пор существует, и то, что девушки не поднимали руки, это на самом деле с их стороны отклонение. Я не говорю, что она существует. Дело в том, что гендерные трансформации идут постоянно. Они идут постоянно, и мы действительно, я согласна, имеем дело с очень неоднозначной моделью в обществе, где много разных пластов, и гендерные трансформации, они идут по-разному, в разном темпе, на разных уровнях общественного и индивидуального сознания, политической арены, социальных практик и так далее. Хорошо, я уточню вопрос. Понятно, что есть разные территории, наше общество очень тоже разобщено в этом смысле, то есть есть Северный Кавказ, где одни модели еще более патриархальные, там женщина вообще не работает. Есть модели, которые я описал, они до сих пор вполне активно практикуются, но здесь мы имеем дело в нашем зале, с нашей аудиторией, с девушками, которые образованы, раз они поступили в Казанский федеральный университет, скорее всего, имеют амбиции, скорее всего, хотят работать, зарабатывать, хотят ездить по морям, хотят вести активный образ жизни, в том числе и, возможно, сексуальный. Как эту модель можно назвать? Это можно назвать новое? Вот то, о чем мы говорим, изменения гендерных моделей. Вот то, что в той модели, которой они живут, это что-то новое, к чему мы движемся, это тренд в эту сторону или как? Я не уверена, что это очень новое. С точки зрения, если мы будем анализировать гендерные модели в обществе как систему, то эта система имеет очень разнонаправленные тенденции, как в сторону такой вот больше эмансипации, да, и роста определенного самосознания, самодостаточности, свободы, в общем-то, обоих полов. То есть вот какое-то приближение. Меняется и мужское самосознание, и женское самосознание очень активно в нашем обществе. Это с одной стороны, но с другой стороны я также могу наблюдать и в своих исследованиях, в том числе, тенденции к такой постоянному возврату, ренессансу гендерных, такого статус-кво. То есть когда, наконец, в какой-то момент развития вот этой эмансипации, смешения, да, какого-то сближения ролей, сходства, вдруг начинает актуализироваться некая тяга обратно к разделению на мужское и женское, к пониманию, что есть мужское, что есть женское. И вот, например, вот эти вот, даже наши праздники, хороший пример. 23 февраля и 8 марта. То есть если они начинались с того, что 23 февраля, сейчас уже, ну, забывают многие, что это день советской армии и день защитника отечества, празднуют скорее как мужской праздник, вслед за ним 8 марта, день эмансипации, в общем-то, женщин, введенных Кларой Цеткин и Розой Люксембург, как борцов, в общем-то, феминистского такого мировоззрения празднуют как день женщин, когда женщине напоминают любой женщине, ну, допустим, она полковник армии, ей дарят букет цветов, напоминая, что она женщина. То есть правильно я понимаю, что реакция нашего зала, наших гостей, девушек, студентов, которые в описанную модель традиционной женской геносоциализации не хотят входить, это временная реакция, пока они, в основном, говорят, там, юны. Со временем все более-менее стабилизируется, и они вернутся к более традиционному отношению и к мужчинам, и в своем месте в мире, и в семье. Я бы, наверное, здесь немного добавила, то есть речь, скорее, вы, наверное, спрашиваете о семейных отношениях, то есть, ну, безусловно, есть патриархальная семья, есть партнерская семья. То есть, то, что касается патриархальной семьи, мне кажется, уже давно не идет речь о патриархальной семье, когда женщина сидит дома, отдыхает, ну, не отдыхает, работает, занимается семьей, детьми, мужем и так далее. И муж является кормильцем. И чаще всего патриархальная семья, она является расширенной. То есть, соответственно, совместно примыкают еще и старшие родственники, там, двоюродные и так далее. То есть, патриархальная семья уже не имеет места быть, ну, как минимум, тоже после революции. Когда речь идет о партнерской семье, то есть, да, но сегодня мужчина и женщина в браке, в отношениях, это партнеры, это закреплено к конституции. Просто мы добавляем уже к этой партнерской семье, что у женщины есть еще, помимо семейного контракта, и гендерный рабочий контракт. То есть, он тоже присутствует. Я просто дополняю то, что вы сказали. Девушки наши не хотят исполнять этот гендерный контракт дополнительный? Они хотят, как раз, по-моему, и семейный контракт исполнять. То есть, они планируют, но, наверное, оттягивают его. И в то же время, им хочется, насколько я понимаю, участвовать и в гендерном рабочем контракте. То есть, планируют, наверное, работать, путешествовать, и все дальше по пункту, то, что вы перечислили. Я, наверное, резюмирую то, что было высказано экспертами. Дело в том, что блеска в глазах у нашей молодежи не появилась при теме замужества от того, что это очень молодые юноши и девушки, которые в ближайшей перспективе, с учетом того, что рост продолжительности жизни с каждым годом растет, то создание семьи у девушек не встает актуальным до возраста 25 лет, а вам еще нет 25, да? А у молодых людей, и я позже проиллюстрирую это на результатах наших социологических исследований, этот вопрос не актуален до 30 лет. То есть, мы слишком рано задаем такие вопросы, получается. Более того, противниками ранних браков являются родители, поскольку они понимают, что финансовая нагрузка ляжет на их плечи, придется помогать молодым либо вообще содержать их и проживать с ними вместе на одной территории. Понятно. То есть, вы хотите сказать, что эта реакция, это временная реакция, и потом она будет немножко другой. Если у нас была более возрастная аудитория, она была бы другой. Хорошо, мы принимаем этот момент. Я обещал присущимся, приходящим, пришедшимся с журналистом, что мы в том числе презентуем здесь некоторые исследования, которые проводились в Казанском федеральном университете, в Академии наук, в том числе Республике Торстан, касаемо гендерных вопросов. И по этому поводу я сейчас хочу предоставить слово Ольге Геннадьевне, Ольге Геннадьевне, чтобы она рассказала очень интересное исследование, которое они проводили. Это типичная татарская женщина, типичная русская женщина, как влияние национальной культуры сказывается на самосприятии женщины, на их отношение к мужчинам. Поделитесь, вот чем отличается... Да, действительно, я несколько лет подряд, в том числе при грантовой поддержке РГНФ и Академии наук Татарстана, проводила исследование по психосемантике, то есть восприятие значения мужского и женского в таком этно-национальном аспекте. Есть ли разница между восприятием вот у наших современников, живущих бок о бок, уже в течение многих столетий получается, татары русских, уже и перемешанных отчасти, но так или иначе воспринимающих самих себя, как татары русские. Вот, есть ли разница? И в исследованиях, когда мы изучали структуры индивидуального сознания, как-то обобщали, такое различие было выявлено, что оно, в принципе, определённое есть. Но для того, чтобы понять истоки, причины и связь именно с этнической традицией, мы также пришлось изучить в качестве, ну, анализ, провести сказок татарских русских, там, правда, ещё и марийская культура присутствовала, но я пока татарских русских буду рассказывать. Вот, и в результате, в психологическом анализе сказок мы взяли волшебные сказки, где присутствуют герои мужского и женского пола, и они в активном таком сценарии, в приключении в определённом, проявляют свои мотивы, свои позиции и характер личностный определённый, являющийся такой вот идеальной моделью, выкристаллизованной моделью культуры, по сути дела. И при этом пришлось разделять сказки на разные виды текстов, потому что они даже в одном сборнике очень разные присутствуют, и мы выделили, в частности, так называемые древние тексты сказок. И вот при сравнении именно древних, так скажем, в кавычках текстов сказок, очень большая разница выявилась. То есть женский образ русской женщины, мы изучали прям гендерные модели, то есть во взаимодействии мужской и женский образ, как они взаимодействуют, как они взаимодополняют друг друга. В русских сказках всегда женский образ – это какая-то, во-первых, очень активная, это может быть богатырша, это может быть царевна волшебного царства, это может быть просто волшебница, которая умеет превращаться, которая владеет всевозможным колдовством, которая очень много знает наперёд, которая говорит своему избраннику, или суженному, какому-то Ивану царевичу, что ему делать, куда ему идти, как вообще ему думать, и так далее. То есть это, как обычно всегда, очень информированный и такой вот магический персонаж. А магия – это, по сути дела, отсыл в мифической основе сказок к божеству. То есть это всегда божество, то есть более высшая такая сила, более властная и сильная. В то время как мужской персонаж, он, в принципе, достаточно ведом, как правило, в сказках, если вы вспомните сказки, вы со мной, наверное, согласитесь, и не так уж активен, не так уж инициативен. В то время как в татарских сказках мы, наверное, практически, особенно в древних текстах, не встретим подобной модели никогда. Она, скорее, наоборот представлена. Там, если и обладает какой-то магической силой или приобретает магические свойства, то это мужской персонаж, некий батыр. И женский персонаж так дан в качестве, скажем, награды, конечного результата, его усилия, его развития личностного по ходу сказки. И вот такая вот разница, она, в принципе, в наших данных по психосемантике, то есть по психологической структуре индивидуального и общественного сознания, моделей, которые выявлялись в опросниках, она, в общем-то, отражена. Такие различия, они есть, они присутствуют. И на этом мы делаем выводы, что, в принципе, наверное, в индивидуальном сознании, например, в психотерапевтической сессии мы можем опираться на знания вот этих архаических основ и где-то искать в модели индивидуального поведения человека, в его выборах, у женщины и мужчины, что присутствует какая-то неосознаваемая, возможно, но такая вот архаическая часть. Другое дело, что человек внутри себя, он же еще подвержен, помимо каких-то воздействий глубинных, культуральных, культуральной среды, глубинных каких-то архаичных, и современным тенденциям, современным стереотипам. Вот здесь вот могут происходить конфликты внутриличностные, когда современные стереотипы, ну, например, женщина должна быть ведомой, она должна сидеть за мужем, а что-то я какая-то активная, что-то я как-то все беру на себя, что-то как-то со мной не так, где-то я вот умнее своего избранника. Ну, принять это или не принять. Вот здесь вот уже начинается конфликт, да, соответствую я каким-то моделям, там, нормам, как я их понимаю, или нет. А так, в принципе, разница действительно, она есть. Вот вы сказали о внутреннем конфликте современных женщин. Можно здесь поподробнее, потому что, если мы, когда мы говорим о изменении гендерных моделей, об изменении самоощущения женщин, почему конфликт возникает, с чем он связан, и как он проявляется? Вопрос такой тоже, это прям отдельное исследование, у нас целый блок был, да, по внутренним конфликтам. Во-первых, три вида внутренних конфликтов именно гендерного плана выделяет. Это конфликт страха-успеха у женщины, которая реализует себя, вначале был выделен он как Матин Хорнер. Страх успеха, то есть у женщин, именно реализующих себя в мужских сферах карьерных, где, по сути дела, неосознаваемая такая ситуация, что если я добиваюсь здесь успеха и становлюсь там начальником большого предприятия, я теряю свою женственность, и женщины, добиваясь успеха, вроде бы стремясь к нему, они делают всё неосознанно, чтобы не достичь его, то есть в ответственный момент они могут заболеть, у них там сорвётся, они потеряют нужные документы и не пройдут по конкурсу, ну то есть вот какие-то такие моменты случаются. Вот. И это связывает именно со страхом потери женственности. Но вот мы больше изучали, мы его назвали внутриличностный гендерный ролевой конфликт, который изначально имел название ролевой конфликт работающей женщины. То есть именно вот конфликт между ощущением себя, допустим, в качестве матери, которая заботится о ребёнке, вот конфликт вот этих вот совмещений, двойной карьеры, двойных ролей, двойных сценариев. Но по нашим исследованиям мы установили, что не только у женщин, но сейчас и у мужчин. Также вот этот конфликт случается в меньшем проценте и немножечко по другому сценарию, но по сути дела структура та же самая. То есть между ролями отец, хороший муж, идеалы, которые представлены в сознании людей, они сталкиваются друг с другом довольно-таки в противоречивой такой форме. То есть если я хорошая работница, делаю хорошо карьеру, возможно, я плохая мать. Если я стараюсь больше проводить времени с ребёнком, возможно, я плохая работница. И вот и далее, если я очень много времени уделяю, допустим, работе, возможно, я плохая жена или хозяйка дома. И если я уделяю много времени дому, работе, уборке, мужу, уходу за ним, вниканию в его, поддержке его, возможно, я отрываю это время от детей. И вот этот конфликт, он в принципе был выявлен не только... Конечно, в большем проценте и в первую очередь он, скажем так, это был конфликт женщин, которые делают двойную карьеру. Но сейчас уже показаны во всём мире в том числе, что это конфликт и мужчин тоже. Почему? Потому что меняется и трансформируется и роль мужчин в обществе. Они больше начинают брать на себя роль отцовства. То есть и идеал отцовства, например, и идеал хорошего мужа, и который понимающий и поддерживающим является. Отец, который должен уделять, то есть не только быть отцом и обеспечивать материально, но и быть со своими детьми. И вот те мужчины, которые берут на себя вот этот вот образ, как идеал, скажем так, более современные мужчины, модель современной. Ольга, Вы сказали об этом конфликте. И при этом Вы говорите, что ещё сто лет назад в России, благодаря Великой Октябрьской революции, случился великий эксперимент о феминизации женщин. По идее, за сто лет этот конфликт должен был разрешён. Почему он до сих пор существует? Логично, это парадокс. Это парадокс. Вот это парадокс, который требует с психологической точки зрения понимания, изучения. И я для себя его объясняю таким образом, что, видимо, гендерная система, как система, она в принципе неискоренима. Вы изучали, как разные национальные культуры влияют на поведение женщин и их самовосприятие. И мужчины, наверное, тоже, да? Вот Вы говорите об этом конфликте. Если Вы говорите о татарских женщинах, типично русских женщинах, которых Вы изучали, есть отличия этого конфликта внутри них? Было бы логично, да. Вы знаете, вот межэтнических таких вот различий проявлений конфликта я просто не выявляла в исследованиях. Тут, наверное, нужно более социологического плана исследований с большими выборками проводить. Но нет, не выявляла я такой разницы между именно татарскими по национальности женщинами и русскими женщинами конфликта именно по внутриличностному гендерному ролевому сценарию. То есть, возможно, он есть, если поглубже копнуть и серьезнее этот эксперимент провести как именно в вопросе. Вы же как-то рассказывали о том, что татарские женщины, у них очень серьезно есть ролевые... Ведения разные. новостные какие-то вещи, которые выступают в качестве... То есть, у них есть роль, но внутри они другие. И в этом их отличия. Я хотел бы, чтобы на этом рассказывали. Там еще сравнение у нас шло с японской культурой, где японцы как раз выделили вот эту двойную личность. И данные по методике, адаптированной методике Сандер Бэм, которую я проводила в российской культуре, я сопоставляла... У меня данные были на русских, на татарах. Я сопоставляла с экспериментами коллег в японской культуре по этой же методике. И получилось, что татары... Татарские... С татарской национальностью, то есть, насколько они глубоко, татары, тоже сложно судить. То есть, признавшие себя татарами. Респонденты, они по своим восприятиям гендерных ролей ближе к японцам, а русские ближе к западным, в частности, к американским данным. То есть, в чем близость телескорства? Более разделенные представления, большая часть там, значит, давались для оценки личностные характеристики, качества личностные, которые нужно было назвать русским. Чтобы это конкретно было... Мужское или женское качество. Так вот, более разделенное, это западное, чуть меньшее разделение, это вот российская культура. Еще меньше разделенные качества на мужские и женские, это у татарской культуры. И еще меньше у японских. Как это в жизни выражается? В жизни. В жизни это может как раз выражаться в определенных конфликтах, тех же самых внутриличностных, например, когда женщина не чувствует, что она по своим характеристикам, ее так не воспитали, что она соответствует какой-то стереотипу женщины, например. Вот девушки поднимают руки, я хочу быть замужем, я хочу быть за каменной стеной, ухаживать за мужем, молчать, но она не такая сама по себе, ее так не воспитали, она активная, она доминантна, например, она может быть агрессивна. И это вот женщина в татарской культуре. Она не принимает на себя чувство вины за то, что она не такая, например, вот такой вот может быть. А в русской культуре она может принимать на себя чувство вины. Я вспомнила, да, мы с вами говорили вот о чем, что отношения на производстве, начальница, например, или не начальница, в татарской культуре есть другие традиции, в отличие от русской культуры. В татарской культуре девушка не воспитывается в праве, вот если традиции взять, 19 века, например, не было традиции привития качеств каких-то. Были традиции, которые опирались на воспитание поведения. То есть в этой ситуации ты должна поступать так. Когда входит мужчина, ты должна молчать. Когда, допустим, гости, ты не должна садиться за стол. Это чисто поведенческие нормы. Когда происходит какая-то трансформация, допустим, после революции, женщины эмансипировались, с них сняли эти запреты, условно говоря, а личность никаким образом специально как-то не формировалась в виде скромной, зависимой и так далее. Более того, традиция предполагала, что становясь взрослой и пожилой, так скажем, женщиной свекровью, она может быть и доминантной, и агрессивной, и, пожалуйста, какой угодно. И это сидит где-то архаично, судя по данным наших исследований, оно сидит где-то в нашем сознании, не всегда осознаваемо. И когда, допустим, татарская женщина становится начальницей, у неё нет того чувства вины, какое может быть у русской женщины, что она чему-то там не соответствует, что она должна быть доминантной теперь, что она должна быть лидером, а она не воспитывалась как лидер, потому что она женщина. И вот тогда вот этот конфликт страх успеха, он, скорее всего, будет проявляться у русских женщин, чем у татарских. Глубинно не будет у татарских женщин таких вот каких-то барьеров внутри себя, чтобы командовать, если она стала начальницей. То же самое у татарских мужчин. Нет ожиданий, что женщина должна быть по личностным характеристикам, или она не должна командовать. И легче будут татарские мужчины, например, воспринимать начальницу женщину. Тем более, если она старше их по возрасту, то вообще, пожалуйста. Правильно я понимаю, что татарский мужчина готов воспринимать женщину над собой при одном условии, что она исполняет ритуал определенный, при окружении, при появлении других людей она будет скромная домохозяйка. Но при отсутствии других людей она вполне может быть лидером в семье, достаточно активно семью вести или в обществе быть. А в русских женщинах, русских женщин, русских мужчин, там такого поведения нет, и русский мужчина должен быть доминантом. Это как бы его геновая модель. Просто где-то внутри личности не заложенная вот эта вот связка. Она может быть либо заложена, либо не заложена. Что либо я целиком меняю, вся моя личность меняться должна, если я исполняю какую-то роль социальную, либо я могу разделять это. Я могу быть, например, доминантной, но выполнять определенные правила поведения в определенной ситуации. В частности, мне кажется, татарской женщине было бы легче в силу вот этих традиций, было бы легче разделять. То есть на работе она одна, в семье она другая. Если она начальник. Хорошо. Вот в этом плане. Я хочу вот о чем поговорить. У нас есть такая статистика, она на самом деле кого-то пугает, кого-то нет. Как правило, как правило, пугает. Если говорить, например, в 80-е годах о количестве разводов, это было примерно 40% разводов. На 100, ну, количество браков 100% разводились. Уже в 90-х, 2000-х годах эта цифра была 50. Сейчас цифра подходит к 60. То есть 60% браков распадается. И причем, возможно, меня поправит, Чулпана Ильдусовна, инициаторами разводов выступают, как правило, женщины. Почему? Что их не устраивает в браке, что их не устраивает в их мужчинах, что их не устраивает в мужчинах наших. Центр СМИ и демографии проводил исследование причин разводов. И было выявлено, что на первом месте, и я думаю, если бы я вам сейчас дала возможность угадать, какая же самая популярная, если это можно так назвать, причина разводов, вы бы мне ее назвали. Это такая причина, которая бытовым языком называется не сошлись характерами. Что я хотела бы здесь пояснить? Причина развода, она глубоко личностная. Я думаю, психолог меня здесь поддержит. Поэтому, если мы даже глубинное интервью с использованием психологических методик будем корректно, правильно проводить, никто не готов ссоры с своей семьей выносить на чьи-то анализ и обозрение. Поэтому люди склонны называть такие причины развода более социально понятные и объяснимые, как сложное материальное положение, которое только косвенно привело к разводу в ряде случаев. Но я бы хотела подчеркнуть, что существенную роль, приводящую к разводам, играет вмешательство родственников. И зачастую, как раз таки, почему мужчина и женщина, сочетавшие свои отношения в органах ЗАГС, в итоге приходят к решению их расторгнуть, потому что либо мужчина, либо женщина ни друг другу не совпадает в ожиданиях, а их родителям они чем-то не угодны. И это приводит к разводам. Ну, подождите, подождите, вы только что, вы буквально недавно назад говорили, некоторое время назад говорили о том, что сейчас предпочитают вступать в брак в более позднем возрасте, то есть, когда люди уже, как правило, становятся самодостаточными, родительское влияние падает резко. И тем не менее, вы говорите, что родители до сих пор влияют, и это является большим процентом причиной развода. Конечно, влияет. Ведь дети для своих родителей остаются в любом возрасте. Я понимаю, они могут оставаться, конечно, в любом возрасте. Но дети уже выросли, и у них появляются собственные интересы, собственные возможности принимать решения. Если бы показатель возраста свидетельствовал о том, что дети выросли, это было бы замечательно. Это действительно свидетельствовало бы и о психологическом климате в обществе стабильном, и о социально-экономической стабильной ситуации, когда не нужны вот эти межпоколенческие какие-то отношения, которые завязаны очень сильно и при воспитании внуков в последующем. То есть мы не можем говорить о том, что возраст брачной пары свидетельствует о её экономической, психологической и другой устойчивости. Мы, конечно, говорить об этом не можем, но мы можем спросить друг о другом. Почему, условно говоря, 30 лет назад у нас было 40% разводов, а сейчас 60? И почему этот процент разводов иницируется с женщинами? Что их не устраивает в их мужчинах? Когда я разговариваю о силу возраста, у меня достаточно много женщин, которые сейчас в свободном плавании, самостоятельно, одиноки, они приводят такие выражения, утырок, мудак, ну, пожёстче. То есть то, что мы называем не сошлись характерами, у женщин в очень короткой форме говорится вот так вот. Очень жёстко, очень... А? Что? Я говорю, у вас специфические круг общения. Это образованные, закончившие университеты, закончившие там, аспирантуры, кандидаты наук. Они используют эти слова и используют эти слова в достаточно экспрессивной манере. Вы хотите сказать, что существует некоторая дискриминация в отношении мужчин на сегодняшний день? Во-первых, нет, я хочу просто узнать, что происходит, потому что, ещё раз говорю, 30 лет назад, когда была определённая модель гендерного поведения женщин, которые вот у нас тут две девушки её признали и хотят в ней участвовать, разводов было меньше, инициаторами там выступали. Я не знаю, кто тогда выступал инициатором, к сожалению. Но, тем не менее, сейчас, когда идёт эмансипация женщин... Я, наверное, хотела бы добавить тоже по результатам социологических исследований всероссийских центров до 50 лет, вернее, до 45 лет инициаторами разводов выступают женщины, а после 45 и 50 лет инициаторами разводов становятся мужчины. То есть, тут тоже есть какое-то... Тут тоже есть над чем подумать и почему это происходит. Вот это во-первых. Во-вторых, если... Но на сегодняшний день есть общественное мнение, есть государственная политика. Во-первых, у нас разводы разрешены. И если с точки зрения общественного мнения, они тоже разрешаются, поощряются. То есть, соответственно, я бы даже сказала, что есть вторые, третьи, четвёртые браки. То есть, если в 60-е, 70-е годы, естественно, общественным мнением это не поддерживалось. То есть, и отвечая на ваш непосредственно вопрос, есть такое понятие, как культурный ресурс. То есть, когда женщина и мужчина вступают в второй, третий, четвёртый брак, то есть, они как раз руководствуются поиском именно подходящего культурного ресурса в партнёре. То есть, то, что как раз отметила Чулпан Ильдусовна, если даже вступают в брак в районе 25 лет, предположим, там сначала были одни предпочтения и соотношения культурных ресурсов. Когда бывает третий, четвёртый брак, там тоже человек, естественно, развивается, сегодня общество очень как бы динамично развивается и личность в том числе. И происходит поиск нового партнёра с соответствующим культурным ресурсом. Наверное, так. Вы знаете, мы накануне разговаривали, я очень хотел сделать в режиме видеоконференции, но человек сегодня не может. Мы разговаривали с философом, гендерным философом, человек занимается философией гендера. Это Полянский Дмитрий Викторович, он автор блогов, автор видео-лекций достаточно популярных. Он работает кандидат наук, доцент Балтийского федерального университета имени Канта. Мы вчера с ним переговорили, я несколько сучков, отрезков хочу вывести на экран и показать. Попрошу первый файл. Гендерные модели поведения мужчин тоже меняются, и система ценностей их меняется, и если мы будем сравнивать, скажем, как отвечают разные поколения мужчин на вопрос, хотите ли вы равноправных отношений в семье с женщиной, то мы увидим, что более молодые поколения больше настроены на равноправные партнерские отношения в сравнении со старшими поколениями. То есть здесь существует возрастная поколенческая динамика. И связано это, опять же, на мой взгляд, с естественной динамикой экономической ситуации. Современные юноши, мужчины, они прекрасно видят, прекрасно понимают, что в одиночку тащить современную семью и обеспечивать высокий уровень потребления им будет чрезвычайно сложно. Они хотели бы это делать в союзе с кем-то, в партнерстве с кем-то. Ну и, в принципе, они хотели бы, чтобы этот партнер был интересной личностью. Это тоже соответствует их потребностям. Разве мы все не хотели бы, чтобы рядом с нами был интересный, сложный, умный, образованный собеседник, друг, товарищ, партнер и так далее. Так что заинтересованность мужчин в эмансипированной женщине растет, хотя есть и, конечно, консервативная реакция, есть мужчины, которые болезненно относятся к меняющейся роли женщины. Сейчас женщина, если она экономически самостоятельна, она, конечно, не будет терпеть рядом с собой мужчину, который ее недостаточно уважает, недостаточно ценит, не видит в ней достойного равноправного партнера, если он недостаточно интересен, заботлив, эмпатичен. То есть возрастает, безусловно, требование к личностным качествам мужчины. Я бы сказал так. Конечно, мужчинам в этом смысле приходится отруднение. Вот. Здесь был такой момент, о чем меня заинтересовал. Он сказал, что эмансифированным женщинам нужны другие мужчины, не те мужчины, которые были с типом поведения, моделью поведения 30 лет назад. Насколько вы согласны с такой позицией? Я опять-таки хочу повторить, что есть понятие партнерства и культурный ресурс. То есть, соответственно, если человек выбирает себе партнера, то есть, не семья решает, за кого выходить замуж, с кем жениться. То есть, соответственно, партнерские отношения, они равноправные. И подыскивается человек, который примерно интересен, равен, с кем интересно проводить время. то есть, это вторим, мужчине, который высказался только что. То есть, по сути дела, браки распадаются, потому что, как раз, не устраивают партнерские отношения. хорошо, какими качествами? Я могу, может быть, как-то это еще обозначить. Да, я с Дмитрием абсолютно согласна, и вообще мне очень нравится, как он всегда ставит точки над «и», как философ. И я хочу сказать, разводится сейчас больше, потому что, по-житейски, можно так сказать, они могут себе позволить развестись. экономически, скажем так, социально, они могут себе это позволить. Разрешены разводы, за этим не идет какая-то обструкция, да, социальная, женщина или мужчина не будут унижены, особенно в обществе, или лишены каких-то там благ, приоритетов, на них не будут косо смотреть после развода. И когда подходят к вопросу, ну, допустим, ссорив какой-то, разводиться или нет, ведь происходит взвешение, а могу я прожить без этого человека или нет? То есть самостоятельно имеется в виду не просто без человека, а еще и экономически. Очень часто же на чашу весов ставится возможность воспитать ребенка, да, и так далее. И если экономически женщина, например, да, может себе это позволить, если она достаточно зарабатывает, так же, как муж, может быть, не меньше или больше, чем муж, то она легче придет к сложной ситуации межличностных отношений, когда они сошлись с характерами, да, или вот все вот эти слова, которые вам говорят женщины, то легче придет сейчас к решению, зачем я мучаюсь, я разведусь, я имею возможность себе это позволить. Правильно понимаю, что это уже другая гендерная модель поведения? То есть 30 лет назад другое было общество, другая экономическая ситуация? Мне кажется, во всех обществах, когда женщина имела возможность себе это позволить, она себе это позволяла. Что, 30 лет назад таких возможностей было больше или меньше? Раньше было меньше этих возможностей, люди жили более бедно. То есть экономическая ситуация меняется, меняется роль женщины, меняется генерное поведение? Да. хорошо. Женщины стали умнее, женщины стали успешнее, женщины умнее, я понимаю, почему посмеялась, но в глазах мужчин, многих, когда, Маша, ты суперумная женщина, понимаешь? Я знаю. профессор и профессор, и таких стало много, таких стало много, а женщины стали успешнее, женщины добиваются в карьере, достигают высот в искусстве, во многих уже направлениях, и им потребовались другие мужчины, то есть экономическая ситуация изменилась, им потребовались мужчины, которые не так важны, что ты за каменной стеной у него, при этом терпишь его недостатки, терпишь от него обиды, обесценивания и какие-то другие вещи. Какие женщины нужны мужчине сейчас? Вот для этих эмансипированных, успешных женщин, какими качествами должен был быть мужчина? Я хочу, чтобы эксперты, возможно, они скажут, потому что я потом предоставлю слово опять Дмитрию, вот, я этот момент у меня специально спросил и записал, или сначала ему предоставим слово. А он сейчас и скажет, я знаю, Дмитрий. Давайте поэтому и сначала все. ПЛ-3 сделай, пожалуйста. Есть разные виды маскулинности. Есть виды маскулинности, которые, наоборот, сейчас оказываются в топе. Раньше у женщин был, по сути, только один социальный лифт. Это брак. Сейчас у женщин социальных лифтов много, их столько же, сколько у мужчин, по большому счету. Ну, может быть, вот церковь, да, православная, там женщину карьеру сделать не можно. Так, в принципе, даже в армии сегодня женщины карьеры делают. Так что, у женщин социальных лифтов сегодня много, в этом смысле их зависимость от мужчин гораздо меньше. И, да, мужчины теперь должны завоевывать женщин, завоевывать их интерес, внимание, так же, как раньше это делали женщины. Конкуренция на брачном рынке у мужчин резко возросла. Если они не хотят остаться невостребованными, не хотят оказаться неудачниками на этом условном брачном рынке, нужно посмотреть, какие же качества сегодня больше всего ценят современные девушки. Такие как раз исследования, такие опросы есть. И здесь с большим отрывом всегда лидируют такие качества, как доброта, заботливость, ответственность и интеллект. Поэтому я бы сказал, что меньше нужно упирать современному мужчину на физическую силу, на доминирование, на амбиции, а больше, наверное, думать о развитии каких-то психологических способностей по взаимодействию, коммуникации, развития таких социальных качеств у себя, коммуникативных. Я бы сказал, самое, наверное, востребованное качество, которого не хватает современным мужчинам, это эмпатия. Женщины постоянно говорят об эмпатии, то, что мужчины не очень хорошо прислушиваются и понимают современной женщине. Как Вы считаете, это так? Действительно, женщинам требуется эмпатия, и это не хватает современной мере? На сегодняшний день очень много гендерных сценариев, то есть на сегодняшний день даже вот мы на кафедре социологии, у нас аспиранты, магистранты занимаются изучением, то есть на сегодня много сценариев, как можно реализоваться. То есть если хочешь ты сидеть дома, пожалуйста, это третья волна феминизма, то есть если у тебя нет желания работать, пожалуйста, фрилансер, ты можешь уехать на Бали, ты можешь танцевать, петь, если ты желаешь работать и работать в системе высшего образования, стать ректором вуза, пожалуйста, то есть вот эти гендерные сценарии, это равенство, оно возрастает. Я бы, естественно, во все времена очень важно было правильно выстроить отношения и в патриархальном обществе, и в равноправном. То есть мы, в принципе, ничего нового в общем не услышали, да, это важно, эмпатия, это важно. Я просто хотела отметить, у нас есть аспирантка на кафедре стологии, который пишет диссертацию на тему о новых сценариях зачатия и воспитания детей. То есть эти новые сценарии, в них как раз не присутствует мужчина, то есть это ЭКО, это искусственное осеменение, то есть если мы подчеркнули, что на брак влияют экономические условия, общественное мнение стало более толерантным, но и естественно развитие медицины. То есть для того, чтобы родить ребенка сегодня не надо выходить замуж, то есть ты можешь это делать даже очень интересным способом. Есть прекрасные сайты, на которых можно посмотреть фотографии, голос, послушать будущих отцов. и таким образом через определенные способы цифровизации определиться с отцом будущего ребенка. То есть эти тренды, они тоже откладывают влияние на поведение и взаимоотношения между мужчиной и женщиной. То есть вы хотите сказать, что современные мастикюрные женщины и мужчины в общем-то может даже и не нужны. Нет, я не хочу сказать. Мы все друг другу нужны, безусловно, но просто надо, меняются сценарии взаимодействия. Их много. Вопрос, да. Микрофон, пожалуйста. Нет, просто хотела добавить, да, вот есть же и обратные, то есть то, что мы видим пока у звезд, но как бы, да, то есть и мужчине сегодня не всегда нужна женщина, чтобы иметь детей и растить их и воспитывать. То есть это обратный процесс. То есть происходит. Но есть еще один процесс. Есть еще один процесс, это, скажем так, раздневанные мужчины. Мужчины, которые в связи с эмансипацией женщин, в связи с тем, что они придерживаются старых традиций, они не могут вписаться в новый мир, они не могут конкурировать на рынке, на брачном рынке, как обозначено. Вот. И эти люди являются проблемой, в том числе проблемой и социальной, и даже политической. Это так называемая инцелы. Например, что проблема невольного воздержания или инвалидарный целебат, инцел сокращенно, да, это английский, англицизм. Вот. Такие люди, эта культура сформировалась целая, в односаксонском мире, и у них есть святые свои, в кавычках, это Эллиот Роджер, Алекс Миносян, первый 23 мая 2014 года, в 2014 году, убил в американском городе 6 человек, ранил 14, потом свел счеты в жизни в своей машине, и перед атакой 22-летний парень записал видео, в котором рассказал, что у него никогда не было девушки, это несправедливо, потому что он великолепен, да, и вот перед бойнем он заявил, что в своем намерении тамстить всему человечеству. 23 апреля 2018 года, 2018 года, второй вот, Миносян, по тем же причинам, задавил в Канаде 10 человек школьным автобусом, которым он работал, вот, это, если мы обратили внимание фильм Джокер, это, если кто смотрел фильм Джокера, думаю, многие смотрели, да, это тоже инцел, человек, который, не имеет отношения с женщиной, и те люди, которые выходили на улицу, носили потом маски, скорее всего, тоже это аутсайдеры жизни, они тоже являются или целыми, или отвергнутыми, вот, и в связи с этим, я вот такой момент, вопрос хотел задать, вот эта женская эмансипация, она порождает целый ряд проблем у мужчин, на мой взгляд, сейчас я попрошу включить файл номер 2, и потом еще от себя добавлю, и мы обсудим этот момент. есть разные виды маскулинности, есть виды маскулинности, которые, наоборот, сейчас оказываются в топе, это, например, бизнес какие-то маскулинности, это интеллектуальные формы маскулинности, да, такие интеллектуальные мужчины, на мой взгляд, феминая маскулинность, сейчас чрезвычайно востребованы, фемининные мужчины, это мужчины, которые как раз очень чувствительные, эмоциональные, эмпатичные, заботливые, внимательные, добрые. И они вдруг оказываются чрезвычайно востребованы у современных женщин. Хотя они уступают в каких-то таких традиционных маскулинных качествах, то есть они как раз не бойцы, не охотники, ничего такого, они мускулами поиграть не могут в сложной ситуации. Есть же формы маскулинности, которые в этих новых изменившихся условиях становятся наоборот аутсайдерными. Раньше они были востребованы, а сейчас эти мужчины не могут построить устойчивые отношения, и у них возникает недопонимание, почему женщины их не ценят. Они же такие прекрасные, героические, сильные, храбрые, мужественные мужчины, а женщины почему-то не хотят быть с ними, или разводятся очень быстро, забирают детей, разрывают отношения. У них это вызывает непонимание. И естественная реакция у них на их новую ситуацию, у них ситуация, получается, социальных аутсайдеров, по крайней мере, среди женщин. Они не пользуются спросом, в этом смысле они чувствуют себя аутсайдерами. А часто они и социальные аутсайдеры, то есть у них низкие доходы, они неуспешные и в карьере. Как у всяких аутсайдеров, у них возникает защитная психологическая реакция, им хочется простое объяснение, почему они терпят неудачи. Одно из простых объяснений заключается в том, что женщины, они какие-то неправильные существа, какие-то злокозненные существа, они коварные существа, они лживые существа, они манипуляторы, они какой-то заговор устроили против мужчин, они, может быть, какие-то развратные, они готовы под любого неправильного мужчину лечь, а вот под него, под правильного мужчину, они не готовы. И вот строится что-то вроде такой теории заговора. Это обычная ксенофобная, к сожалению, психологическая реакция на собственные социальные неудачи. Ксенофобия может приобретать разные формы, она может быть в виде расизма, может быть в виде национализма. В данном случае она приобретает форму сексизма. Кстати, есть сексизм и со стороны женщин, и среди феминистов, к сожалению, немало женщин с сексистских взглядов, у которых есть травматичный опыт выстраивания отношений с мужчинами, и они этот травматичный опыт обобщают и считают, что мужчины это, в принципе, существа, носители каких-то негативных качеств. Это, к сожалению, психологическая реакция на травму, я бы сказал. А так как травм много в современных отношениях мужчин и женщин, мы же сказали, развод, в принципе, это всегда травма, и разводов стало больше значительно, растет количество одиноких людей, и мужчин, и женщин. Одиночество – это эпидемия современного общества, одна из ключевых проблем. И, конечно, вот такие одинокие аутсайдеры, они пытаются объединяться, прежде всего, кстати, через социальные сети, хороший для них инструмент объединиться. Если мы возьмем самые яркие примеры таких мужских, сексистских, ксенофобных сообществ, как инцеллы, как мужское государство, то они как раз существуют, прежде всего, в сетевой форме, сетевые сообщества одиноких аутсайдеров. Конкретные, наверное, сообщества, которые… Сейчас мы остановимся. Вот наш уважаемый коллега из Балтийского федерального университета, имени Канта, вот он замечает о том, что… На эту проблему обращают внимание. Это проблема мужской агрессии определенной и женской агрессии от того, что у людей разные роли. Люди не понимают друг друга, не могут сойтись. У меня, кстати, будет вопрос в залу к девушкам, в первую очередь. Кого бы вы выбрали в качестве партнера для отношений такого крепкого быка, который может там постоять за себя, но при этом и защитить, да, в том числе, но при этом он будет грубоватым, он будет хамоватым, скорее всего, или же эмпатичного, возможно, интеллектуального, ну, не такого сильного молодого человека. Какой бы выбор сделал? Кто за первый вариант, за быка, условно говоря? Кто за вариант второй, за интеллектуальный? Ну, даже здесь видно, что, как ни странно, второй вариант подтверждает слова в данном случае нашего коллеги о том, что вариант интеллектуальной маскулинности более предпочтительен в современном мире. Среди эмансипированной молодежи. Да, я понимаю, что если мы поговорим, соберем в зал, наверное, девушек из школы, там, северного Кавказа, да, или с мадресетом какого-то, и вот они там будут же другие ответы будут, да, я понимаю. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Эмансипация женщин, у меня, это мое мнение, да, я не знаю, может быть, я не прав. Вот эти новые гендерные модели поведения, где женщина более успешная, может себе быть более успешной, более успешной, чем мужчина, который выбирает уже другой тип мужчины, чем был интересен женщина другого поколения, там, или прошлого поколения. А мужские гендерные изменения, да, вот это поведенческое изменение, они не успевают за этим. И мне кажется, конфликт связан именно вот с этой разной скоростью поведения. Причем для мужчин это травматично еще вот по такой причине. Вы понимаете, быть эмпатичным, быть понимающим, чувственным, да, внимательным, заботливым, женщиной мужчина может, но при этом мужчина живет не только женщиной, она живет еще в мужском коллективе. В мужском коллективе быть без мускулов, быть эмпатичным, это, как правило, не очень принимается. То есть, там, ты геоподобен, ну, что-то подобное, да. И идет еще конфликт не только с самим собой, да, но еще вот есть окружение, то есть, соответственно, там быть одним, здесь быть другим. Есть ли такая проблема? Это мое мнение, это мое предположение, основанное вот на подготовке к этой программе. И возможно ли из этой ситуации вырваться? Как нам ускорить? То есть, на самом деле, есть два пути, да, или как бы ускоряем мужчин, или опускаем женщин. В том плане, что загоняем снова. И, кстати, если посмотреть высказывание, вот последнее высказывание про Таирея Смирнова, о том, что давайте женщинам прекратим давать образование, о том, что женщина в гражданском браке, ну, то есть, в достаточно свободном браке, равноправном браке, как правило, да, это проститутка. Это как раз вот та консервативная реакция мужчин, раздневанных мужчин, которые выпадают из новых трендов. И таких мужчин достаточно много. Более того, у меня есть еще одна интересная гипотеза, которая тоже возникла в процессе подготовки к этой программе. Если мы берем в 60-е годы Иран, это период активной эмансипации иранских женщин. То есть, персиянки в коротких юбках, в яркой одежде, в ярком макияже. Возможно, причины исламской революции, которая случилась в 79-м году, это была не революция, это была контрреволюция. Это был как раз выход раздневанных мужчин в качестве протеста против этой эмансипации женщин, с которым они не успеют. Они перестают им подчиняться, они перестают быть главными. На самом деле, на этом строится целая гендерная теория истории и общественного развития, такая же имеющая место быть, как теория марксистская, как теория социально-демографическая, когда законы и истории объясняются вот этими гендерными различиями и распределениями ролей мужчин и женщин, власть между ними. В связи с этим я хочу сказать, как мы можем от этих конфликтных ситуаций выбраться, как эти конфликты сгладить или просто махнуть рукой, пускай она сама себе разберется. Может быть, мои гипотезы не верны, опять же. Проверните меня. Может, я преувеличиваю, что мужчины такие ужасные, они готовы свернуть строй, повернуть целую страну, разрушить, чтобы вернуться к состоянию архаичному, где им будет комфортно в общении с женщинами. Где-нибудь главнее. Так ли это? Может быть, такое. Так, я думаю, даже эксперты наши... Нет, тут можно экспериментировать ситуацию абсолютно по-разному. Если вы используете понятие рынка и исследуете марксистской традиции, то, соответственно, если есть на рынке равноправные игроки, то выживают сильнейшие, по сути дела. И если у мужчины что-то у него не получается или у женщины не получается, тут же, наверное, в состоянии социального исключения как мужчины, так и женщины, те, которые не вступили в брак, не нашли партнера. То есть, если мы используем рыночную ситуацию, ну, извините, но не получилось, что могу сказать. То есть, тут ничего делать не надо. Прекрасная работа для психологов, для психотерапевтов. Пусть как-то работают с материалом, чтобы они не переживали, чтобы понимали, что это тоже всё прекрасно. Это первый вариант, мне кажется, если вы используете понятие рынка. Понятно. Вы знаете, да, это прекрасный ответ, но есть ещё одна особенность. И мы это особенность, мы как раз с Дмитрием в процессе разговора, он обратил это внимание, он сказал, что если женщины, одинокие женщины, которых так же много, как одиноких мужчин, видимо, нужно чуть побольше, если они готовы меняться, они ходят на курсы какие-то самосовершенствования, они общаются в группах, они создают свои форумы, где делятся своими проблемами и пытаются найти решение. Они ходят к психологам. Мужчины этим вещами не занимаются. Да. Мужчины там... У женщин основная, так скажем, их особенность, даже фемининная, это общение. Это общение, это установление контактов, это взаимодействие, это черпание ресурсов из общения с другим. В связи с этим ждём, пока они вымрут. То есть мужчины, которые не вошли в... не понимают современных манцепированных женщин. Им же тоже хочется быть, общаться с интересными, с манцепированными, умными. Вот, вы знаете, эта тема очень занимательная, но всё-таки это пока ещё не норма, это скорее проблемы отклонения, которые действительно психологами должны глубинно изучаться. Но поскольку вы затронули проблему одиночества и масштаб этого явления, то я приведу некоторые цифры. По данным переписи, которая была как давно, последняя перепись, нас ожидает новая. Да, действительно, перепись была в 2010 году, и она показала, что в Татарстане 232 тысячи мужчин и 202 тысячи женщин в возрасте от 30 до 45 лет никогда не состояли в браке. При этом, 56 тысяч мужчин этого возраста и 42 тысячи женщин не просто в браке не состояли, они вообще одиноки. И вы скажете, прошло 10 лет, и всё поменялось. На самом деле, вероятность того, что за прошедшие с момента переписи 10 лет ситуация улучшилась, она невелика. Да, вот из этой выборки, скажем так, кто-то уже действительно мог успешно создать семью, кто-то мог развестись, но тренд-то на жизнь соус сохраняется, и причин одиночного несемейного проживания и образа жизни, их несколько. Если рассматривать одиноких, или как в современной социологии называют синглтонов, как социокультурное явление, то оно обусловлено культом индивида, и наибольшее влияние оно начало оказывать во второй половине 20 века. И в этот период в общественной жизни четко обозначились четыре социальных фактора. Во-первых, и мы очень много сегодня об этом говорили, это усиление роли женщин, во-вторых, это революция в средствах коммуникации, доступ в интернет, в котором можно очень много своих потребностей удовлетворить. Третье, это массовая урбанизация, миграция в города. И четвертое, это скачок средней продолжительности жизни. Женщины теперь сами решают рожать детей или нет, а если рожать, то когда, вот Марина Юрьевна тоже различные альтернативы описала, и это принципиально изменило современные отношения между полами и привело к тому, что люди вступают в брак в более позднем возрасте. Мы, когда изучаем Татарстан, всегда обращаем внимание на городское и сельское население. Я бы хотела здесь такие тревожные некоторые моменты озвучить. В последние годы мы наблюдаем активную миграцию женщин детородного возраста из сел в города. И сегодня вы спрашивали, а какая мужчине нужна женщина, а смотря для чего? Если мужчина ищет женщину для семьи, то мы сегодня не обозначили такую важную вещь, как способность женщины вести домохозяйство. Она не должна быть домохозяйкой. Но извините, элементарные вещи, которые традиционно все-таки женщина с удовольствием делает, умеет и приносит этим радость мужчинам. Вот такие женщины, начала-то я с того, что у нас активная миграция женщин из сел в города, и коэффициент миграционной убыли среди сельских женщин в два с половиной раза выше, чем среди мужчин. А в трудоспособном возрасте почти в четыре раза больше молодых женщин переезжает в города. И это очень конкурентоспособные невесты, дорогие городские студенты, потому что они ориентированы на то, чтобы вести семейный очаг, они способны, еще раз повторяюсь, вести домохозяйство, и ничего плохого в этом нет, поскольку при этом у них может быть и образование, раз она переехала в город, и другие навыки, которыми городская женщина обладает, но очень важных качеств у нее нет. У вас еще были исследования интересные, связанные с поведением мужчин, современных мужчин, с точки зрения строительства семьи и порождения детей. Можно ли кратко очень подходит время к концу? Да, конечно, я постараюсь кратко. Во-первых, на изучение мужчин мы вышли через анализ репродуктивного поведения женщин. Мы в трех агломерациях Татарстана опросили 2830 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Во-первых, выяснилось, что только 50% женщин находятся в браке, а остальные либо имеют партнера, с которым периодически встречаются, но даже не проживают вместе, либо это группа женщин, которые сожительствуют, и не всегда это сожительство заканчивается браком. Но мы пошли дальше и узнали, вот разные категории женщин, они в ближайшее время намерены иметь детей или нет. И одна из причин, по которой женщины откладывают деторождение, связана с тем, что муж или партнер, с которым она либо проживает, либо периодически встречается, имеет устойчивые близкие отношения, мужчина не всегда ориентирован на рождение детей, при том, что женщина хочет. То есть женщина хочет ребенка, мужчина не всегда готов. И мы решили изучить более глубинные причины, и в том числе ориентироваться на тех мужчин, которые проявляют себя как ответственные отцы. И взаимодействие Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан с Республиканской общественной организацией Совет отцов Республики Татарстан как раз-таки подтолкнула нас к тому, что надо узнать, насколько мужчины ориентированы современной на семью, хотят ли они детей и в какой мере они готовы или не готовы принимать участие в их воспитании. И сегодня я уже говорила, что результаты глубинного интервью, которое мы провели не только в Республике Татарстан, но еще и в Вологодской области, у нас исследование такое межрегиональное при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проводится. И мы увидели, что современные молодые мужчины не видят себя в браке до 30 лет и вообще ориентация на брак у них совмещается с тем моментом, когда они готовы стать отцом. И это возраст 30 лет. Напоминаю, у женщин этот возраст ниже. И тут вы сами уже можете выстроить логический сценарий. Если женщина хочет замуж 25 лет, а мужчина в 30, то мы как раз-таки имели некоторый разговор. Что же тогда? Женщина должна ориентироваться на мужа немного старше, чтобы их желания совпали в ближайшей перспективе. То есть ровестики вам не подходят. Вот о чем говорят. Если вы соберетесь запланировать ИКИ, у вас возникнет такое желание, если возникнет, ровестиков не рассматривают. Статистика подсказывает, что ровестиков лучше не сложить. Другая интерпретация. Еще я бы хотела прошить прощения. Тут, нет, подождите. Мужчины сказали, что хотят в 30 лет, а женщины хотят в 25. Ну, не говорят же, что мужчина хочет брак сочетаться с молодой женщиной. То есть они просто хотят выйти замуж или жениться там. Но они хотят жениться в 30 лет. Но они же не говорят, что у них избранница будет младше. То есть это неверная интерпретация. И этот сюжет. Если молодой человек и девушка начинают встречаться в 20 лет, и у них развиваются хорошие отношения, они понимают, что у них социальное окружение сближает их. Но девушка в 25 лет хочет замуж и ребенка, а этот ее парень, он еще только через 5 лет, она не будет его ждать. То есть их пути в 30% случаев разойдутся только потому, что один готов к семье, другой нет. И еще некоторая такая тревожная ситуация связана с тем, мы спросили, как мужчины относятся к абортам. И ситуация такова, что если они оценивают это явление в целом, как вы относитесь к абортам, это такое совершенно неприемлемое отношение. А если начинаешь более доверительный разговор и спрашиваешь, а если все-таки в твоей жизни произойдет так, что вот женщина, жена, партнерша, девушка сообщит тебе, что у вас будет ребенок, а ты вот как-то этого не хотел. И тут совершенно меняется. Оказывается, что вот в личной ситуации это вполне приемлемо. То есть мы видим, что социально одобряемые практики, они одни, а в реальной жизни каждый действует по обстоятельствам. И основной тренд современности, чтобы уж долгим разговором не делать, осознанное, это осознанное и нет, стремление к равному участию партнеров в организации семейной жизни. То есть выход женщин за границы семьи, он инициировал ожидание большей вовлеченности мужчин в женские сферы, быт и заботу о детях. И главное противоречие и источник неудовлетворенности на этапе переоценки и переосмысления гендерных ролей, он обусловлен тем, что активное, вовлеченное отцовство расценивается как слабость и женоподобие, как и выполнение домашних обязанностей. И более глубокое погружение в тему генеративного поведения мужчин, генеративное, это то есть не только настроенное на рождение ребенка, но и на принятие участия в его воспитании. Привело нас к идее разработать проект стратегии в интересах мужчин. Как известно, действуют стратегии в интересах женщин, но почему так актуально все-таки отдельное внимание уделить мужчинам. Это связано с такими демографическими проблемами, как высокая смертность мужчин, в трудоспособном возрасте она выше женской в 4 раза. И разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в среднем 10 лет. Продолжительность жизни женщин в Татарстане составляет 79 лет, а мужчин 69 лет. что вы предлагаете, чтобы спасти мужчин? Чтобы им помочь, поддержать. Вот вы сказали, есть проблема, то что мужчины часто умирают, они не успевают, чаще умирают в возрасте, когда они имеют возможность без активной функции завести детей, семьи. Вы сказали, надо поддержать мужчин. Можно очень коротко, просто по времени у нас мало. Комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению заболеваний у мужчин и практически насильное, так сказать, их вовлечение здорового. Диспенсеризация, имеется в виду? Вы имеете в виду такая активная диспенсеризация у мужчин? Да. То есть это проведение, ну, через медицину, через, правильно понимаю? Как минимум. То есть одно из решений. Хорошо, у меня, мы сейчас будем заканчивать. У меня есть один последний маленький блок, я надеюсь, мы его быстро побежимся. Когда мы говорим вот о мужчинах и женщинах 21 века, о счастье, о равноправии, о конфликтах, о проблемах, я хочу добавить еще один момент. Мужчина плюс женщина это дитя. Это продолжение, да? У нас буквально недавно объявили национальную программу проект Демография. Россия большая, обширная страна, слабозаселенная страна. И, в общем-то, наше правительство периодически заботится о том, чтобы ее заселить. Причем заселить желательно автохтонным, ну, своим населением, да, а не пришлыми мигрантами или культурно сильно отличающимися людьми. Можно ли, что нужно сделать и вообще можно ли изменить демографический тренд, который идет пока на снижение? А в связи с тем, что меняются роли мужчин и женщин, женщины становятся, женщины сами становятся не заинтересованы в многодетности. Малодетная семья это, в общем-то, вполне нормально и комфортно. Что нужно, каким, есть ли вообще решение? Может быть, есть опыт других сангл, я пытаюсь это сделать? Если вы посмотрите содержание этого проекта демографии, там в основном 90% это медицинские меры, то есть речь идет о повышении качества медицинского обслуживания. То есть, по сути дела, это касается и качества жизни, и улучшения здоровья населения, и обслуживания женщины, то есть медицинского обслуживания женщины в период и дородовой, и послеродовой. То есть, там основная часть методов это медицинские. То есть, по сути дела, государство этим начало уже заниматься. У нас, мне кажется, немножко просто другой ракурс разговора. Это моя исключительная точка зрения. Хорошо. Во-первых, я очень рада, что вы затронули национальный проект демографии, поскольку у обычного населения осведомленность о нем низка. Но я позволю себе сказать, что национальный проект демографии включает пять проектов. И второй из них это содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. И оно включает в себя переобучение женщин, находящихся в декрете. Это очень важная проблема, поскольку сейчас молодые девушки и женщины среднего возраста, они лишний раз подумают за беременителей, поскольку не уверены в том, что работодатель не примет решение с ними расстаться на это время декрета. И вот как раз таки женщина, оказавшаяся примерно в такой ситуации, благодаря национальному проекту демография, имеет возможность бесплатно переобучиться, в том числе находясь в декрете или после него. То есть она работу цену потеряет, но государство поможет ей переобучиться. Поможет, да. Хорошо, шутить по этому поводу не буду. Психологические причины, я думаю, они опять-таки не чистые, они завязаны на экономических, в том числе и социальных факторах, потому что, безусловно, чем более высокий уровень культуры и образованности населения, тем в большей степени мы хотим дать своим детям все лучшее. В том числе, вот помимо медицинских факторов, да, хорошее здоровье и так далее, образование, да, и мы должны быть уверены в завтрашнем дне. То есть, когда у нас была демографическая яма, я прекрасно помню, я как раз тогда родила ребенка. Я была одна вот такая, вот, которая лежала в роддоме пустом совершенно, где там был человек 5 всего на огромный роддом, которые тоже рожали детей, случайно. Вот, это был период 93-й год, когда просто не было уверенности в завтрашнем дне, раз. Теперь, другой фактор мешает, это то, что очень дорого. Сто раз подумаешь, рожать ли детей, а сможешь ли ты обеспечить им образование, потому что это становится все менее и менее доступно, это дорого. И те страны, где образование всеобщее, бесплатное, обязательное, в том числе, дополнительное образование, то есть, когда ты уверен в том, что родив детей, ты всем им дашь нормальное развитие, конечно, решение по поводу того, чтобы иметь больше, чем одного ребенка, оно будет легче приниматься. Можно только вот один коротенькую ремарку относить? Коротенькую только. Материнский капитал позволяет потратить эти средства на обучение ребенка. Одного. Да. У меня вопрос опять к нашим девушкам-студентам, будущим материалам. Хотите ли вы быть многодетной мамой? Хотите ли вы быть, чтобы у вас было трое-четверо детей? Поднимите руки, у кого есть такое настроение, желание и такой план на жизнь? Я понимаю. Вот она не уверена в завтрашнем дне. Нет, все может измениться. Пока я вижу три-четыре человека. Таких немного, на самом деле. Вот мы видим. Рецепт, такой смелый рецепт, потому что у нас девушки манцепированные, они нацелены на карьеру и понимают, что все это рухнет с тремя-четырыми одетьми, можно закрыть университеты или запретить посещать их женщинам и тогда, и тогда. Потому что причины, точнее, скажем так, общества, бедные, необразованные, это как раз общество, где очень много детей. Соответственно, у нас есть вариант или выдумать что-то такое, что пока еще никто не выдумал, потому что нет ни одного развитого общества, которое может себе позволить увеличить свою демографию. поместить еще выше. Или уйти в архаику и тогда, тогда, да, у нас будет много прийти, у нас будет примерно то, что происходит в Африке, в арабских странах, в Средней Азии, но это, наверное, не так интересно. Вот. И я хочу закончить нашу программу, время она подходит к концу. вот на какой ноте. У нас прийти 8 марта, я хочу всем пожелать с праздником этим большим, всех присутствующих, да, вот. И еще один важный момент, я хочу, чтобы вот та разная скорость изменения между мужчинами и женщинами, она сблизилась, чтобы они шли параллельно и тогда возникнет гармония. В конце концов, гармония это то, ради чего мы стремимся, ради чего возникли этот разговор. может быть, еще один такой момент, не случайно, наверное, что те страны, где вот это вот как раз скорость изменения гендерных моделей у мужчин и женщин примерно одинаковая, в одном русском, это Скандинавия, Дания, Швейцария, ну, Западная Европа очень часто, Северная Европа, эти страны с наивысшим индексом счастья, то есть, замеряют индекс счастья, насколько люди счастливы, да, это страны, где индекс счастья самый высокий. Я не знаю, коррелируется это, прямая есть корреляция с этим вот, с гендерными сближениями, там, с гендерными ролями, которые там по-другому складываются у людей, но, возможно, он тоже есть. Я хочу, я хочу, чтобы индекс счастья нашей страны, всех присущих здесь в зале, он тоже рос, закреплялся. И зашкаливал. В конце концов, зашкаливал, да. И был связан с семьей. Да. Спасибо большое. На этой ноте мы заканчиваем наш подговор. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин